Вот ведь оно как бывает, друзья. Проектируют умный и коловый новый электровоз, можно сказать, душу вкладывают, а он фигак и оказывается невостребованным. И в серию, конечно, не идет, и даже потом может стать сараем. Получается все усилия, бессонные ночи, недоедание, пустою? Обидно. Вот мы и решили хоть как-то эту несправедливость пофиксить и поведать вам о весьма необычном и даже вполне себе продуманном локомотиве – электровозе WL-84. Поехала! Давным-давно, когда NEFS еще выпускал ламповые машины, инженеры задумали применить на новых локомотивах опорно-рамный привод. Кто не в курсе, речь идет о подвешивании тяговых электродвигателей. Бывает опорно-осевое подвешивание, когда двигатель одной стороной крепится на раму тележки, а второй – на саму ось колесной пары. И второй способ – опорно-рамный, когда двигатель целиком крепится на раму тележки. В первом случае половина веса двигателя передается непосредственно на колесную пару, что при высоких скоростях быстрее разрушает путь, да и сам двигатель тоже. Поэтому второй способ, когда колесная пара не нагружена лишним весом, предпочтительнее – радуется и путь, и тяговый двигатель. Но вот незадача – реализовать подобную передачу намного сложнее. Вот NEFS и не совался до поры до времени. А тут приспичило! И в 1976 году строится опытный электровоз ВЛ-83 с опорно-рамным приводом и до кучи с мономоторными тележками, когда один ТЭД крутит сразу две колесные пары. Йооо, вот это прогрессив хаос! В том же 1976 году выпускается другая опытная машина с таким же новомодным приводом, но уже с индивидуальными тяговыми электродвигателями для каждой оси. Назвали этот электровоз ВЛ-81. Почему сначала в 83, а лишь затем в 81, совершенно не ясно? Видимо, логика не самая сильная сторона NEFS. Тем не менее, электровозы вполне успешно испытывались и даже таскали грузовые поезда. А теперь смотрите! Далёкий 1979 год. В Объединённом Королевстве основывается великолепная эрогруппа «Мэрильон». Но суровым парням из Союза нет никакого дела до этого события. Тут бам, стройка века. Нужны новые, улучшенные машины. И строят они на основе конструкции ВЛ-81 два довольно необычных лока серии ВЛ-84 именно для Байкало-Амурской магистрали. Аппарат так и презентовали советским гражданам. Для БАМА. Не путать с Бараком Обамой. Взгляните, как выглядел первый ВЛ-84. Оригинальные линии кузова. Причём сам кузов стал длиннее привычного у ВЛ-80 на целых 2,5 метра. Это позволило, в частности, сделать просторнее кабину и даже поставить там кондеи и холодильник. Вот это забота о локомотивной бригаде. Бам, это жёстко. Там медведи, холодно и сложный профиль. Фермеры, проектировавшие машину, прекрасно это понимали. Вот какие фичи они добавили. Оборудование электровоза рассчитано на колебание температур от минус 60 до плюс 40 градусов по Цельсию или минус 76 плюс 104 по старине Фаренгейту. Мощность при тех же восьми осях, как у ВЛ-80 выросла на тысячу с лишним киловатт до 7600 за счёт применения двигателя типа НБ-507. Передача тягового усилия от тележки к кузову стала осуществляться с помощью наклонных тяг, а не шкварней. Агрегат потяжелел на 14 тонн, соответственно, вкупе с вышесказанным стал менее склонен к боксованию. Для регулирования напряжения были собраны выпрямительные установки на тиристорах и само напряжение росло на ТЭДах плавно, а не ступенями, как на пресловутых восьмидесятках. Разумеется, громоздкие КГ были выкинуты на свалку истории за ненадобностью. Отметим, что такая схема ранее была опробована на экспортных электровозах SR-1 для горячих финских парней. Чтобы таскать ещё более тяжёлые поезда, сумрачный гений оборудовала машины устройствами системы многих единиц, причём второй электровоз можно ставить даже в середине состава, в этом случае используется телеуправление. А чтобы экономить электричество, специалисты сумели снизить расход электроэнергии на охлаждение оборудования в полтора раза в сравнении с ВЛ-80Т, а ещё задумали оснастить новый лог рекуперативным торможением. Но главная фишка машины, как мы уже сказали, опорно-ранный привод. Все эти навороты сделали будущий электровоз для БАМа желанным для многих железнодорожников. Шутка ли? Сила тяги до 50 тонн на сил, конструктивной скорость 120 км в час, тиристоры, рекуперации и климат-контрол. Вот как сказал про него Андрей Миронов. Но жестокая реальность разрушила прекрасные грёзы. Впрочем, об этом чуть ниже. В начале 80-х тема БАМа не сходила с новостных лент Советского Союза. Можно сказать, страна жила этой великой стройкой. Соответственно, и подход к проекту ВЛ-84 был очень серьёзным. О локомотиве писал и журнал ЭТТ, и даже моделист-конструктор. Кстати, о журнале ЭТТ. Мы сумели раскопать целых три номера этого издания, в которых есть упоминания о пациенте. Первая публикация – май 1980 года. Электровоз для Байкала-Амурской магистрали. В самой заметке даётся общее описание машины. Там же приведена и чёрно-белая фотоагрегата. Вторая заметка – в февральском номере 1982 года. На обложке, с цветной картинкой и большими буквами. По сути, публикация более сжато повторяет написанные двумя годами ранее. Зато фоточка зачётная. Легко определить тупичок экспериментального кольца в НИИШТО. И ещё один раз журнал обратился к теме ВЛ-84 в октябре 1982 года, посвятив статью «Вспомогательным машинам новинки». Приведена даже схема вспомогательных цепей электровоза. В 1980 году ВЛ-84-001 прошёл тягово-энергетические испытания на упомянутом кольце Щербинки. А второй электровоз подвергся динамическим испытаниям на путь на участке Белореченская Армавир. Затем, видимо ближе к середине 80-х, оба электровоза поступили для опытной эксплуатации в депо Батайск, Северо-Кавказской железной дороге. И тут что-то пошло не так. Несмотря на серьёзность проекта, электровозы так и не попали на таёжную магистраль, оставшись в Батайске. Джентльмен спросит, а в чём же причина? Не претендуя на истину, выдвинем два предположения. Первое – прозаичное. Пока испытывались и катались с опытными поездами ВЛ-84, ВЛ-НИИ совместно с НЕЗом к 1983 году подготовили новый электровоз ВЛ-85 – 12-осную дуру мощностью аж 10 020 кВт. И поскольку 85-е были как минимум мощнее, их и стали серийно выпускать вместо наших героев. А второе предположение – конструктивные недостатки ВЛ-84, которые НЕПС так и не сумел исправить. Прежде всего, не удалось добиться нормальной работы новомодного тягового привода. И это, несмотря на опыт, накопленный с ВЛ-81. Чтобы джентльмен понимал, последующие ВЛ-85 шли с опорно-севым подвешиванием тяговых двигателей. Второй вероятный просчет – колеса нестандартного диаметра – 1350 мм, против принятых на серийных машинах – 1250. Это создало много неудобств при обслуживании машины. Предположим, что станки для обточки колесных пар уже не подходили, да и шаблоны для обмера, вероятно, требовались иные. Могли быть и другие траблы, нам неведомые. Саму машину НЭПС также стал упрощать еще в процессе проектирования. Помните, мы говорили о рекуперативном торможении, столь нужном на сложном профиле с затяжными спусками? От этой затеи отказались, оснастив электровозы реостатным тормозом, ибо нефиг. Возможно, именно перечисленные нового введения и стали причиной прекращения дальнейших работ по ВЛ-84. И, кстати, тележки на 002 машине впоследствии заменили на серийные с опорно-осевым подвешиванием. Видимо, поэтому она проработала на северокавказской дороге вплоть до конца 90-х. Пытливый джентльмен вновь спросит, но что же стало с чудо-локами дальше? Для ответа давайте проследим генезис машин на примере фор, сделанных в разное время. Начнем, разумеется, с ВЛ-84-001. 1979 год, НЕВС. Свежепокрашенная машина, походу, только увидевшая светлый свет. Здесь электровоз проходит испытания на кольце НЕВСа с поездом. В 1980 году машина была замечена на станции Люблино-Сортировочное. Рядом легендарный тепловоз 2Т-10Л. Испытание в Щербинке, на кольце ВНИИШТО, 1981 год. 1985 год, депо Батайск. Похоже, аппарат уже отставлен от работы. Везде холодный, в составе каких-то сплоток. Хотя ВЛ-60 слева на фото, вовсю рассекает по магистрали. Как по нам, у ВЛ-84 отчетливо видно ужасно печальное выражение морда. Напишите в комментах, видите ли это и вы. И вот финал. Электровоз раздербанен на две половинки, которые раскидали в разных концах депо. Первая секция – без окон и дверей. Фермеры используют ее под склад, где хранят свой нехитрый скарб. А вот вторая секция. Обратите внимание, еще в оригинальном окрасе, однако затонированная наглухо. Потом ее перекрасили в изумительно каштановый цвет. Впрочем, к лету 2020 года краска заметно выгорела. Зато сохранилась автосцепка, в отличие от первой секции. Таков, друзья, жизненный путь ВЛ-84-001. А что же вторая машина? Ей повезло намного больше. Первые фото, которые мы нашли, датируются 1985 годом. Депо Батайск. Та же локация, но от 1991 года. Вот цветная фотка от мая 1996-го. Не похоже, что электровоз эксплуатируется, а между тем аппарат в работе. Тот же год, в августе месяце, машина с поднятыми рогами. Вероятно, и в 1997 году локомотив еще работал. Но потом был отставлен и к 2003 году превратился вот в это. По счастью, в том же 2003 году электровоз покрасили и отбуксировали в Ростовский музей железнодорожного транспорта. К сожалению, со слов специалистов, экспонат почти пустой внутри и даже без тяглых электродвигателей. Очень точно по этому поводу высказался один пользователь. Если шкура медведя висит у кого-то на стене, еще не значит, что медведь жив. Оборудования давно нет. А без оборудования локомотив не более, чем моделька. С другой стороны, хоть так сохранился бедолага. Мы сумели найти фото кабины электровоза уже после кончины. Вот, смотрите. Отсутствует кран машиниста, разоборудован скоростемер, везде пыль и грязь. Но кабина почти такая же, как на ВЛ-80СМ. Это радует. А ведь можно же кабину привести в порядок, а снаружи поставить некий подиум, чтобы зрители могли дивиться на интерьер. Это же совсем не сложно. Также не сложно восстановить недостающую доску с серией и номером электровоза. Благо, НЕФС совсем рядом. И еще, как нам кажется, хорошо бы покрасить электровоз в красно-кремовые тона, как на ранних фотках 001 машины. Тем более, что такой окрас отлично сочетается с цветами фирменного поезда Урал. Вот, посмотрите. Поменяв передаточные числа, ВЛ-84 мог бы таскать скорые поезда повышенной длины. Например, тот же Урал, Екатеринбург, Москва. Кстати, модели вагонов, которые демонстрируются сейчас, выпускаются компанией Евротрейн, давно заслужившей признание как на внутреннем рынке, так и на мировой арене. Коллекционеры Германии, Австрии, Чехии, Польши, Болгарии, Франции, Японии и, разумеется, России единодушны в том, что вся продукция Евротрейна выполнена в очень высоком качестве. А как же иначе? Евротрейн сумели объединить под одним брендом и макетную студию, и сеть магазинов для моделистов, а также производство масштабных железнодорожных и сувенирных моделей по специальным заказам. Вот и фирменный поезд Урал, вагоны которого мы можем видеть, выглядят великолепно. И не только из-за своего окраса, так отличного от нынешнего, но и благодаря тщательному изготовлению и исторической достоверности. Этот поезд был запущен в эксплуатацию в далеком 1964 году и формировался немецкими Амендорфами, любимыми многими до сих пор. Урал всегда отличался высоким уровнем комфорта и предоставления услуг. Характерным элементом дизайна были розовые оконные занавески с рябиновыми веточками. До 1986 года поезд ходил по маршруту Свердловск-Пермь-Горький-Москва, а в 1986 году вместо Перми и Горького поезд пустили через Казань. В 2003 году был изменен внутренний дизайн поезда, а с 3 июня 2009 года поезд кардинально изменили. От Старого Урала осталось только название и немного расписания. Что ж, Евротрейн сохраняет историю. Вагоны поезда может купить любой желающий, причем в одном наборе поставляются сразу 4 единицы – 3 купейных вагона и 1 штабной. Внимание к мелочам! Все вагоны имеют свои оригинальные номера, а штабное дополнительно – антенну поездной радиосвязи. Безупречный окрас и металлические колесные пары. Воспроизведен интерьер и даже предусмотрена установка внутреннего освещения. Ночью-то просто космос! Жаль, ВЛ-84 не продаются, чтобы прицепить к этому составу. Но зато можно купить чмоку. Как раз та же эпоха. Причем ЧМЭ-3 Евротрейн также упускает. И не один тепловоз, а целых 4 разных номеров. Нам особенно нравится машина 2916, оригинал которой работал на Горьковской железной дороге. На таких тепловозах была изменена внешняя кабина машиниста. Появились продольные гофры. Это добавило шарма. В то же время на дверях капота все еще сохранялись вышнамповки, упраздненные в дальнейшем. Четыре обматоренные оси, внешнее и внутреннее освещение, возможность установки звукового декодера делают модель крайне привлекательной для любого коллекционера. А преподнести ее в подарок, скажем, старому тепловознику – это ж как расчувствуется дедушка. Эх, ЧМОХОВ пишется на любом макете. И даже просто на полке будет смотреться восхитительно. Евротрейд понимаешь. Ознакомиться с каталогом моделей и заказать их можно на сайте компании. Ссылку мы оставим в описании. Или же можно посетить магазины в Москве у метро Трубная и Маяковская, а также в Питере – метротехнологический институт. А еще у Евротрейда есть группа ВВК. Ссылка на нее также в описании. Но вернемся к нашим электровозам, дорогие друзья. Мы считаем, что ВЛ-84 – машина, в некотором роде опередившая электровозостроительную мысль Советского Союза тех лет. Довели бы ее до ума, стала бы отличная замена пожилому ВЛ-80С. Аппарат более мощный, с плавным регулированием напряжения и более комфортными условиями труда для локомотивной бригады. Поэтому печально, что электровоз для Обама так и не смог расправить крылья. А что думает джентльмен по этому поводу? Какой аппарат лучше – ВЛ-84 или ВЛ-85? Нужно ли было серийно выпускать ВЛ-84 или более крут по-любому ВЛ-85? Напишите свое мнение в комментах, пожалуйста. А мы говорим вам спасибо, что досмотрели ролик до конца. Оценивайте его лайком или дизом, комментируйте. Да не забудьте проверить подписку на канал. И это на стримы заходите. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.